Всем привет! Сегодня я хочу вам доказать, что с другими людьми на улице надо разговаривать. И если вы не знаете, как куда-то пройти, то надо не бояться подойти к другому человеку и спросить его, а куда мне идти? Доказываю. Значит, смотрите. Это, кстати, может привести к очень полезным вещам, как произошло у меня. Я очень часто езжу на ВДНХ, смотрю какие-то павильоны. Ну, недавно я была в павильоне макет Москвы. Рекомендую всем туда съездить на световое шоу Москва-Булгакова. Вот такое шоу. Идет оно в 15.00 по будним дням и в 12.30 и в 15.00 выходные. Но выходные очень много народу. Итак, далее мне надо было сесть на автобус, который циркулирует по ВДНХ, и доехать, собственно говоря, до той остановки, которую я не знаю, ну, знаю, что мне надо к ботаническому саду. Итак, я подхожу на остановку, стоит милая бабушка. Она, оказывается, работает в каком-то из павильонов. И, соответственно, я ее спрашиваю, спокойным таким человеческим голосом, подскажите, пожалуйста, вот мне надо на улицу Комарова поспасть, там есть автобус, на который мне надо сесть, но я не знаю, на какой остановке мне выходить, когда я буду ехать по ВДНХ. Ну, соответственно, она молодец, она все знает. Она говорит, вы знаете, вам надо на ту же самую остановку ботанический сад. Так и называется. Я говорю, чудесно. Мы, значит, с ней садимся в автобус, садимся на одно и то же место, и народу, значит, так много-много. И она поворачивается ко мне и таким милым голосом говорит, а вы знаете, почему так много народу? Я говорю, вы знаете? Нет, не знаю. А почему? И, оказывается, они все едут до остановки фермерская. Я говорю, а что, они коров как бы никогда не видели? Она говорит, видели, видели, но там есть прекрасное чудесное кафе, где чай за 5 рублей, а чебуреки продаются за 20. Я говорю, да ладно, быть такого не может, но как бы в Москве цен вообще таких нет. Сейчас чебуреки, ну, стоят, наверное, рублей 100, а тут 20 рублей. То есть, там есть такое простоквашино, когда доезжаете до остановки фермерская, есть такое простоквашино. И туда надо пройти, и там есть вот такой замечательный буфет, где можно это все купить. Она говорит, мы иногда здесь работаем и тоже ходим покупая. Я об этом не знала. Сколько лет я езжу на ВДНХ, я даже об этом не знала. Понимаете, да? То есть, я у человека спросила, как доехать. Мне подсказали, на какой остановке выходить. И мне дали еще дополнительную информацию. Теперь, соответственно, я поеду уже на ВДНХ, чтобы найти этот буфет, где чебурек стоит 20 рублей. А в Масленицу, кстати, блинчики продавали по 20 тоже рублей. Это сейчас 2024 год, март месяц. Вау! Поэтому не бойтесь подходить к людям на улице и спрашивать их, а как мне пройти туда-туда-туда. Иногда стоит убрать свой гаджет. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Пока-пока!